Но пока у тюменцев другая забота спасаться от жары. Сегодняшний дождь лишь на короткое время облегчил жизнь горожанам. Между тем, закон обязывает руководителей сделать всё возможное, чтобы условия труда соответствовали требованиям, иначе придётся сокращать рабочий день. А вот это уже интересно. Сюжет Анны Княжевой. Эти люди ближе всего к солнцу. Кроновщики поднимаются наверх ранним утром, а спускаются в лучшем случае на обед. Кроновщик поднимается наверх, с собой он заранее берёт воду, и таким образом он спасается от жары. В кабине у него установлено несколько вентиляторов, которые помогают охладить данное его помещение. Кондиционеров в кабинке не предусмотрено. Чтобы узнать, как там, наверху работает, мы позвонили к короновщику Миши. Оказалось, что он очень доволен своим рабочим местом. Михаил, здравствуйте. Скажите, как вы там от жары спасаете? Здесь у меня жара вообще не беспокоит. Здесь у меня вентилятор стоят. И воды есть, и нормально. Нахладно даже. Вам ветерок, наверное, дует, да? Да, 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 да. Здесь наоборот свечи, вон, здесь ручки сидят. А вот офисные клерки, люди более приземлённые от жары, спасают лишь кондиционер. Однако внести коррективы в рабочий процесс всё-таки пришлось. Стоит выключить кондиционер хотя бы на 10 минут, в офисе сразу становится жарко. Невыносимо. У нас здесь такая, значит, небольшая конфронтация. Некоторые сотрудники не могут находиться под кондиционерами. Им нравится потеть, нравится плавиться. Я вынуждена была поменять место дислокации, пересесть за другой стол, для того, чтобы находиться прямо под кондиционером. Такого Тюмень не видела давно. Последний раз подобная жара накрывала горы в 2010 году. Тогда август стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений. Причём не только в Сибири, но и во всём мире. А нынешний, последний месяц лета, бьёт рекорд по отсутствию осадков. Их было всего 5%. Работать в полную силу, в такую жару, даже закон не позволяет. Чем выше температура, тем короче рабочий день. Если в температуре более 33, человек имеет право не выходить на работу. Это приравняется, как актированные дни есть в морозы, на улице нельзя вести работы. Тут то же самое. Поэтому работодатель обязан обеспечить нормальные условия труда своим сотрудникам. Иначе те могут обратиться в Роспотребнадзор. Правда, в Тюмени подобного ещё не было. Наверное, потому что лето и так короткое, чтобы тратить его на споры из-за жары. Анна Княжева, Андрей Захаров, Тюменское время.